Всем большой привет! Сегодня буду делать легкую в исполнении брошку из кристаллов вишенки. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Мне потребуется мои любимые кристаллы зеленого цвета и красные. Бисер жесткий фетр нитка-иколка и клей. Делаю вторую тыльную сторону. Готово! Приступаю к декорированию одной из сторон. И начнем с кристалликов. Я специально взяла кристаллики разного диаметра, чтобы смотрелось поинтереснее. Выложила примерно и сейчас буду приклеивать просто на момент. С помощью иглы и нитки начинаю пришивать кристаллы. Вместе с пришиванием кристалл добавляем бисер. Я выбрала бисер матовый для того, чтобы равновесить немножко блеск. В первых видео девочки спрашивали меня обязательно ли пришивать кристаллики или достаточно просто посадить на клей. Пришивать обязательно. Клеем я просто обозначаю место одной из брошек предыдущих. Я забыла пришить один стразик и потеряла его. Кстати, если вы не видели предыдущие ролики, то приглашаю вас посмотреть. Там были очень красивые брошки. Оставлю ссылку внизу в описании. Заходите. На тыльную сторону, на листик, пришиваю застежку. Черенок оформляем с помощью коричневого матового бисера. Соединяю все как обычным бисером разных цветов. Здесь будет зеленый, здесь коричневый и здесь красный. Для обрамления листиков беру зеленый бисер. Ягодки оформляем красным бисером. Вообще работа с бисером в этом процессе самая трудоемкая, потому что стразики наклеить или кристаллы и пришить хоть прям пар пустяков. Очень быстро и легко. А вот с бисером это прям по-настоящему кропотливо. Обшила ягодки бисером. И теперь для того, чтобы бисер красиво и ровно лежал, не так, как сейчас, я его выравниваю вот таким образом. Направляю как бы все бисеринки в одном направлении. Направляю в направлении. Ну вы поняли. Чтобы было не по-детски, не как поделка из детского сада. Вот таким образом я как бы выворачиваюсь. Вот, видно, да? Вот. Бисеринка в бисеринке получается. А здесь они в разнооборот. Продолжаем. Вот такая брошечка у меня получилась. Красивая, нарядная, но в меру. Скромненькая даже, можно сказать, из-за своих размеров. Жесткая. Вот сзади так она выглядит. Достаточно аккуратная. Понравилось мне, что у меня получилось, как обычно. Надеюсь, что вам понравится тоже. Если так, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. И предлагаю подписаться вам на мой канал, потому что впереди еще будет много интересного. В том числе и брошки. Вот на следующей неделе точно будет еще один интересный вариант. Поэтому до связи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...